Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Он привел в пример Татарстан, где ответственность за таких покупателей несут владельцы бизнеса. По его словам, в Кировской области намерены пойти таким же путем. Цитирую, привлекать будем не только физлиц, продавцов, но и юридические лица. Приводит слова Ливанова «Бизнес новости» в Кирове. Президент Вятской ТПП Андрей Усенко поинтересовался, есть ли у бизнеса такие полномочия и почему ответственность за соблюдение масочного режима хотят возложить на предпринимателей. Ливанов порекомендовал не конфликтовать с покупателями, а информировать их, а при необходимости вызывать полицию. Программа Экономика. На поездки депутатов Госдумы по Кировской области потратят 4 миллиона. Эти деньги областного бюджета пойдут на аренду автомобилей. Аукционный их поиск опубликован на сайте госзакупок. Согласно документам, в аренду хотят взять 5 машин с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил. В авто должны быть подушки безопасности, кондиционеры и не менее 4 дверей. У водителей, кроме наличия прав и отсутствия судимости, деловые костюмы. Также они должны хорошо владеть русским языком, быть вежливыми, аккуратными, опрятными и уметь соблюдать конфиденциальность. Заявки на участие в аукционе принимают до 14 октября. Торги пройдут 15 числа. Экономика. На 101 АФМ. Кировские чиновники показали кировчанам, как надо платить налоги. Сотрудники мэрии приняли участие в акции «Начни с себя», целью которой является своевременная или досрочная уплата налогов. Побудить к этому чиновники своим примером хотят и кировчан. В акции обычно участвуют также областные власти, депутаты. Заплатить налоги кировчане должны не позднее 1 декабря. Всего за 2019 год жителям региона начислено почти 2 миллиарда имущественных налогов. Это налоги на недвижимость, землю, транспорт. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 78 рублей 51 копейка, евро 92 и 52. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ.